10 января глава администрации Кашхабльского района Заур Хамирзов провел первую рабочую планерку в наступившем новом 2022 году. В совещании приняли участие заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений. Начиная планерку, Заур Хамирзов поздравил присутствующих с началом нового рабочего года. Еще раз поздравил мне всех поздравить с наступившим новым 2022 годом. Всем здоровья, получив успехов. Далее по традиции был заслушан доклад начальника отдела по делам ГОЧС Николая Зверева о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории района. На сегодняшний день на лечении находятся 110 человек. Из них 51 человек находится на амбулаторном лечении. И 59 человек находятся на стационарном лечении. По населенным пунктам заболеваемость наибольшее количество болеющих. Это у нас на территории села Натырбово 23 человека, АУ Кашихам 21 человек, АУ Клечевсин 20 человек. Стабилизировалась обстановка в селе Вольном. На сегодняшнюю дату 6 человек больных. И стабилизировалась обстановка в Кутаре-Казюно-Кужорском. Если брать вот этот период прошедших праздничных дней, то на 30 декабря у нас в списках заболевших было 83 человека. За 11 дней на 27 человек заболеваемость увеличилась. Всего с начала пандемии у нас на территории района 3384 человека болели коронавирусной инфекцией. Из них 3188 человек выздоровели. К сожалению, на сегодняшнюю дату от инфекции скончалось 86 человек. Также основным вопросом повестки дня, на котором акцентировал внимание Заур Хамирзов, стал вопрос ревакцинации населения против коронавирусной инфекции. Практически вся бюджетная сфера у нас вакцинирована. Но вот этот новый штаб коронавируса, который идет к нам, вот со слов министра здравоохранения, он очень заразный. То есть один больной может заразить до 100 тысяч человек. Поэтому сейчас необходимо, вот начиная с Нового года, нам очень быстро и очень эффективно приступить к ревакцинации. На полонерке были обсуждены и другие актуальные вопросы. В завершении глава района пожелал всем плодотворной рабочей недели, успехам в наступившем году и отметил, что 2022 год ставит перед администрацией района и сельских поселений новые задачи. Предстоит активная работа по реализации лучших проектов по развитию села. Впереди очень много работы. Год будет очень тяжелый, год будет очень ответственный. Еще раз, я вот все время говорю, не повторяюсь, повторять, про комплексное развитие села, куда мы вошли в этом году. Работа предстоит очень серьезная. Буквально половина участников сегодняшнего совещания вовлечена в этот процесс. Нас ждет масштабное строительство в 2022 году. И от успеха в реализации этой программы в этом году зависит социально-экономическое развитие района на 2023-2024 год. Если мы успешно реализуем его, у нас есть очень шикарные шансы участвовать в этой программе и в 2023-2024 году. Заявку мы уже подали на 2023 год.